Люди жалуются на то, что заходя в автобус, вот этот бустер, ну на самом деле это представляет определенную опасность. И если это посмотреть, то идет на протяжении всей остановки. Что на сегодняшний день вы делаете для устранения? Вот эта остановка у вас считается очищенной или она у вас еще будет дорабатываться? Еще будет дорабатываться, да, совершенно верно, то, что вы сказали, то есть дорабатывается до асфальта. Чтобы очистить остановку до асфальта, необходим ручной труд. Техникой такую налить, как, например, на Ленина-Кузнечной не возьмешь. На уборку одного пункта у бригады из пяти человек уходит один час. Вот, Витя Александрович, о чем мы говорим, да? Да. Типичный случай, где накат, вот здесь он уже закатался, а здесь у него еще не стоит укатать. И, соответственно, трудозатраты на эту уборку намного будет, ну, по-моему, меньше, чем бы ее потом долбить. Что здесь по этому поводу? Значит, как я уже ранее сказал, да, то есть техника идет, допустим, прошел грейдер, отвал и подметалка прошла. Люди идут, но не должное количество людей, понятно. Вот здесь, вот конкретно на этой остановке, когда проходило? Ну, это утром прошли. Это сегодняшний утром. Когда вот этот намет весь уберется? Когда? Через сколько? До сегодняшнего вечера это будет убрано. То есть по театральной у меня бригада работает. Такой накат на остановках как раз появляется после очистки осевых. То есть центральной части дороги получившийся панцирь оставляют до лучших времен. И потом его сложно разбить. Олег Мамеев отметил, такой подход неприемлем. Вот смотри, бордюр выше уровня дороги на 15 сантиметров. То есть высота наката снежного 15 сантиметров, даже где-то выше бордюра. Сливается, в одно идет. Непонятно, где качается карман, где начинается остановка. Такую ситуацию можно увидеть в отдаленных районах города, конкретно на трудовой строителей за уборку остановочного пункта. Здесь Олег Мамеев поставил коммунальщикам двойку и поручил оперативнее отработать. Так же, как и на остановке в районе КПП. Вот здесь автобус подъезжает вон там, а здесь ступенька. Съехать невозможно. И катишься под автобус. Вот это убрать. Людмила. Людмила. Сегодня силами достигать здесь все очистить. Людмила. И ступеньку-то уберут. Да, и мне доложат. Ой, слава тебе, Господи. В целом, идеально очищенных остановок, а всего их 436, пока нет, отметил Олег Мамеев. Поэтому уборка продолжается круглосуточно. К сожалению, не так оперативно, как хотелось бы. Но это связано с объективными причинами, достаточно ограниченное количество людей. Потому что в основном уборка снежного наката, ледяного наката осуществляется вручную. Надо нам нести здесь изменения в регламент уборки, в том числе уборки дорог и остановок. Тоже так же в рамках поручения мне подготовить предложение по регламенту, которое позволит, так сказать, более оперативно убирать остановочные пункты. Кроме того, Олег Мамеев поручил особое внимание уделять очистке остановок вблизи образовательных и социальных учреждений. Также городоначальник отметил, что большинство обращений горожан по поводу недостаточной уборки касаются территорий, которые выходят за пределы зоны ответственности администрации. Например, дворы очищать должны управляющие компании. Кристина Слепцова, Дмитрий Тарасов. Программа «Город».